Первые о главном В этом контексте мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о беспроспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позиции России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую формулу мира Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий. Экономическое сотрудничество России и Китая напрямую касается борьбы за справедливый миропорядок. Москва и Пекин продолжат бороться за демократизацию международных экономических отношений, где не будет места санкционной политики Запада, добавил Сергей Лавров. Китай и Россия будут и далее отстаивать необходимость в управлении этой ситуации в международных экономических отношениях, за демократизацию этих отношений и возвращение к тем принципам, которые некогда были провозглашены, которые заключаются в необходимости уважать рыночные процессы, уважать честную конкуренцию, уважать неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности и многое другое, что сейчас Запад грубейшим образом подрывает своими практическими шагами по введению незаконных санкций в отношении целого ряда государств, среди которых Россия безусловно. Но эта же политика начинает применяться активно и в отношении Китайской Народной Республики, в том числе в стремлении ограничить ее возможности экономического и технологического развития, а говоря попросту, ради устранения конкурентов. В свою очередь, китайский коллега Лаврова Ван И пообещал, что Китай и Россия выступят за создание новой модели межгосударственных отношений, которая должна избегать любых конфронтаций. Визит Лаврова в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не стал конкретизировать сроки визита российского лидера в КНР. Представитель Кремля считает, что пока говорить об этом преждевременно. В том числе, конечно же, можно рассматривать эту поездку как подготовка предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно, такие контакты планируются, есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем. Но пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным. Мы сообщим вам о мире готовности. Сергей Лавров прибыл в Пекин 8 апреля. Там он провел переговоры с Ван И и главой КНР Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать нашему президенту искренние слова приветствия. Вести ФМ Американские законодатели возвращаются с каникул, чтобы снова подсчитать, сколько денег Вашингтон может выделить Украине. Уже в несколько месяцев договориться не удается. В Киеве вновь заявили, что потерпит поражение, если не получит помощь из США. А в Госдепе заявили, что до окончания конфликта никто принимать Украину в НАТО не собирается. Ситуация с поддержкой киевского режима окончательно зашла в тупик, констатирует журналист ВГТРК Валентин Богданов. Ни один из американских политиков не хочет брать на себя ответственность за любые шаги в этом направлении, понимая, что это может стоить ему карьеры. Сегодня с каникул возвращается Конгресс. Несколько сразу тем таких жарких в его работе на две последующие недели намечены. Но самое для нас, наверное, интересное, это, конечно, финансирование Украины. До сих пор нет никакой ясности, ни потому, выставит ли спикер Майк Джонсон на голосование какой-либо проект по поводу украинской помощи. Нет и вариантов, пока понятных, каким может быть это законопроект. Но зато есть свидетельство того, как плотно окучивают Джонсона со всех сторон. Он прилетал и Кэмерон специально к Трампу, будет он и в Вашингтоне встречаться с республиканцами. Мощнейшее медийное давление идет на спикера. Ну, причем с двух сторон. С одной стороны, в Белом доме даже создана была специальная бригада из помощников Байдена, которые все время находятся с Джонсоном на связи. А с другой стороны, есть все более растущее недовольство консервативных республиканцев, изоляционистов, про-трамповского крыла партии, которые грозят Джонсону ни много ни мало отставкой, в том случае, если он для принятия какого-либо законопроекта о военной помощи Украине воспользуется голосами демократов. Трамписты считают это неприемлемым. Прецедент есть. Предыдущий спикер Кевин Маккарти вылетел со своего поста ровно по таким же причинам. В общем, Майк Джонсон сейчас находится между молотом и наковальней. И да, сейчас это человек, действительно, от которого зависит во многом, ну, наверное, даже исход, во всяком случае, ближайших месяцев на земле на Украине. Потому что если ситуация будет сохраняться в том виде, в котором она сохраняется последние месяцы, а кроме таких коротких, маленьких подачек от США устойчивого потока военной помощи нет, то, как они здесь все кричат и стянают, Украине придется принимать непростые решения, придется отступать, придется отдавать и отдавать какие-то свои редуты, да, какие-то свои позиции. Но к этому все шло, с другой стороны. А что они удивляются? То есть они искармливали на протяжении двух лет, полутора лет измененную картину мира, видимо, измененного очень сильно сознания, что можно, дескать, с Россией разобраться на поле боя. В это поверили. То есть они сами стали жертвами сами своей пропаганды. То есть они настолько перекормили себя ложной абсолютно картиной мира, да, они себя встроили в нее, что они подумали, что они не просто являются ее частью, они могут еще и на нее влиять. Теперь все сводится к тому, что если вот Джонсон, то есть нужен виноватый, да, очевидно, что виноватым в любом случае будет не Байден, да, а вот сделают кого-нибудь типа Майка Джонсона. Даст, скажут, дал слишком поздно. Не даст, скажут, ага, ну не дал, виноват. То есть все же это еще и через призму, опять же, выборов президента США. То есть Украина превратилась из приза, да, из такой победы, о которой они мечтали, опять же, первые там полтора года, в то, что называется проигравшему достанется Украина, да. То есть кому-то из двоих из них придется это расхлебывать. Журналист ВГТРК Валентин Богданов. В Неаполе прошла антинатовская демонстрация. Для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ. Пострадали не меньше восьми человек. Об этом сообщает газета «Карьера де ла Сера». На связи со студией наш европейский корреспондент Регина Севастьянова. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Что произошло, почему полиция использовала столь жесткие меры? Ну, как пишут итальянские и теперь уже европейские средства массовой информации, около 40 или 50 человек попытались прорвать кордон, полицейский кордон, который защищал театр в Сан-Карло, где должен был состояться и состоялся концерт в честь 75-летия Атлантического альянса. На видеокадрах, которые распространяются через интернет, можно увидеть, что полиция действительно достаточно жестко отпихивает демонстрантов, в какой-то момент применяет дубинки и даже дым из-за тачивого газа можно разглядеть. При этом, как потом сообщили участники этой демонстрации, около восьми человек пострадали. Трое из них получили удары в лицо и голову, сказали они. Им пришлось убежать и спрятаться в переулках. Далее на видеокадрах видно, что процессия вот эта остановилась на безопасном расстоянии от полицейских и продолжает скандировать свои слоганы. В основном это слоганы, которые призывают НАТО не соглашаться на поддержку Израиля, равно как и Италию не соглашаться на поддержку Израиля. Судя по всему, именно это является основным пунктом протестантов, тем более, что на протяжении уже нескольких дней в Италии, то тут, то там возникают соответствующие акции протеста. И конкретно вот в Неаполе целая студенческая сеть Палестины, которая была инициатором этих протестов, чуть ранее заняла здание ректората университета Федерико II в городе в знак протеста против решения университетов участвовать в Итало-Израильской программе научных исследований. Соответствующая петиция была распространена и процитирована в частности телекомпании «Ираньюз». Процитирую, соглашение, заключенное между Италией и Израилем в академической, экономической и военной областях, представляет для нас точку невозврата в отношении соучастия Академии в преступном плане Израиля по уничтожению палестинского народа. Конец цитаты. Около 200 сотрудников Университета Флоренции, включая профессоров, исследователей, административный и технический персонал, попросили администрацию университета не отрекаться от фундаментальных ценностей человечности и солидарности перед лицом отвратительных событий. Телекомпания сообщила, что аналогичные действия в последние дни предприняли студенты-преподаватели Туринского университета, Пизанского университета, Университета Бари, Туринского политехнического университета. Конец цитаты. Добавлю, что около 2000 итальянских ученых из различных университетов подписали открытое письмо, которое напоминало итальянским учреждениям об их обязательстве предотвращать акции геноцида и не быть с участниками в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года. Добавлю, что на транспарантах, которые несли участники этой акции протеста, были видны и общее выступление против НАТО и расположение баз НАТО на территории Италии. Дело в том, что, как указывают средства массовой информации, на данный момент Италия является второй страной в НАТО по количеству присутствия НАТО, баз НАТО, в частности, учений НАТО, и опередила в этом даже Германию и Великобританию. В этой связи относительно небольшая акция протеста, также посвященная празднованию 75-летия со дня основания Североатлантического альянса, прошла буквально несколько дней до этого, то есть 4-го числа, в Риме, где участники этой акции потребовали более отдаленных, скажем так, отношений между Италией и НАТО. В четверг министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что Рим не собирается отправлять свои войска на Украину. Это было ответом в некоторой степени тем призывам, которые звучат на протяжении последних дней на территории этой страны. В частности, также по этому поводу выступил и министр обороны Италии, который обрушился буквально на Францию и Польшу. В интервью изданию Ластампа Гвидо Крозетто заявил о том, что Италия выступает против призывов отправить военный контингент из европейских стран и стран НАТО на территории Украины. По его словам, это привело бы к ненужной эскалации. Франция и Польша могут говорить только за себя, но не от имени НАТО, сказал Крозетто. Он также заявил, что проводить подобные аргументы сейчас нет смысла. Любое потенциальное размещение войск НАТО на территории Украины означает шаг в сторону односторонней эскалации, которая заблокирует путь к дипломатии, сказал министр. Комментируя все эти события последних дней, итальянские средства массовой информации говорят о том, что на данный момент на территории Италии можно увидеть рост антинатовских настроений. И, в частности, напоминается также, что буквально на протяжении двух последних недель акции протеста, помимо указанных мною, также прошли и в Болонии, и в Вероне, и в целом ряде других итальянских городов, которые, впрочем, не были особо массовыми. Александр. Спасибо, наш европейский корреспондент Регина Селастьянова.